Произведение кисти да Винчи «Спаситель мира» стало самым дорогим предметом искусства, когда-либо продававшимся на аукционе в мировой истории. 450 миллионов долларов за полотно – это новый рекорд. Шедевр был единственной работой великого мастера, находившийся в частных руках. За продажей картины здесь, в аукционном доме Кристис на Пятой Авеню, следили в общей сложности около тысячи коллекционеров, консультантов и журналистов. А за трансляцией в интернете наблюдал и весь мир. Этот момент сегодня называют историческим не только для аукционного дома Кристис. Шедевр да Винчи в Нью-Йорке продан с молотка под восторженные возгласы и аплодисменты. За саму работу великого мастера неизвестный покупатель выложил круглую сумму 400 миллионов долларов. Еще 50 миллионов и 300 тысяч – это сборы и налоги, которые также оказались рекордными с продажи одного лота. Рекламная кампания, которую провел аукционный дом Кристис перед торгами, была также беспрецедентной для мира искусства. Картину «Спаситель мира» перед Нью-Йорком выставляли на показ в Лондоне, Гонконге и Сан-Франциско. Безусловно, редкость и уникальность картины были фактором. Полотно было создано в период поздней карьеры да Винчи, когда он уже мало что писал. Это приблизительно 1500 год, начало 16 века. Ему уже было 50 лет. И картина была нарисована в тот же период, что и Монна Лиза. И она написана в той же манере. Оттенки и выражение лица, легкая улыбка – то, чего не наблюдалось в ранних его работах. Полотно принадлежало российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Он в свое время купил его за 127 миллионов долларов. Торги в Нью-Йорке длились около 20 минут. Стартовая цена картины была ниже 100 миллионов. Сперва она поднялась до 200 и сдержалась на этом уровне на какое-то время. А затем стремительно пошла вверх, достигнув отметки в 400 миллионов. Представитель Кристис, общавшийся с покупателем по телефону, говорит, что тот, делая ставку, судя по голосу, был совершенно спокоен. Это одна из менее чем 20 картин мастера, благодаря работам которого во многом формировалось мировое искусство на протяжении последних 500 лет. Другими словами, мы удовлетворены результатом аукциона и, разумеется, суммой. Это хорошо для нас и для продавца. Но также при этом сумма выглядит вполне оправданной, потому что он был, пожалуй, главным художником эпохи Возрождения. И неудивительно, что его работа поставила рекорд на аукционе. Картина «Спаситель мира» успела побывать в коллекциях королевских семей Европы и впервые была выставлена на аукцион в 1958 году. В то время ее авторство не было окончательно установлено и полотно отнесли к разряду копий да Винчи. Покупатель заплатил за нее приблизительно 60 долларов. В 2011 году экспертиза установила, что полотно — кисти великого мастера. История этой картины напоминает триллер. О ее существовании было известно, но долгое время полагалось, что она потеряна. К тому же существовало много копий. Леонардо был звездой своего времени. У него учились мастерству, и когда появлялась его новая работа, тут же появлялись и копии, и имитации. И благодаря этому, в том числе, мы знали о ее существовании. Но не были уверены, что она сохранилась. 450 миллионов — это в два с лишним раза больше, чем предыдущий потолок, установленный на аукционе картиной «Пикассо. Женщина из Алжира». Она ушла с молотка в 2015 году за 179 миллионов долларов. Спаситель мира да Винчи в этом смысле затмил всех. Нынешний рекорд, как считают эксперты, вряд ли когда-либо будет побит в истории аукционов. Евгений Маслов, Майкл Эклс. Настоящее время. Нью-Йорк.